В этом году на мемориале «Вечность» в Кишиневе основные мероприятия, посвященные 9 мая, пройдут по-другому. Молдавские власти запретили использование георгиевской ленты как символа, пропагандирующего военную агрессию. При этом пророссийский экс-президент Игорь Дадон заявил, что не подчинится закону и повяжет черно-оранжевую ленту. Инициировавшая запрет правящая проевропейская партия «Действия и солидарность» сослалась на ситуацию в Украине и участившиеся случаи использования этой символики теми, кто оправдывает войну. Историки, экс-депутат парламента Молдовы Октавиан Цико говорит, что тщательно изучил вопрос. Георгиевскую ленту он считает символом, который должен был примирить военную память царских и советских времен. При этом автор десятков научных трудов утверждает, что не стоит видеть особую связь между черно-оранжевой полосткой ткани и праздником 9 мая. В любом случае, добавляет экс-депутат, российские власти вложили в эту символику новый, неприемлемый для цивилизованного мира смысл. Обострение ситуации вокруг ленточки, она именно связана с тем, что Путин и Крем создали, собственно, взаимосвязь между ленточкой и войной на Украине. Она стала неотъемлемым атрибутом этой борьбы под деназификацией и которая в конечном итоге ментально, скажем так, предрасполагает российское общество к тем военным усилиям, которые были во Второй мировой войне. И все мы понимаем, что эта война, это не было российской войной против Германии, это было войной советского народа. В этом контексте Октавиан Цеку считает, что Молдова еще до начала российской агрессии должна была запретить использование георгиевской ленты. Теперь, когда это было сделано в преддверии майских праздников, провокаций, скорее всего, не избежать, добавляет он. Власти Молдовы должны проявить политическую волю и привлечь к ответственности всех, кто нарушит закон, считает экспарламентарий. Ну, это будет тест на прочность для нынешнего правления и для социалистов и коммунистов, потому что они вместе будут организовывать. Будут форсировать этот момент. Это очень, для нас будет очень напряженный момент, потому что Молдова, Молдове или против Молдовы, вообще не нужно поднимать ничего, никакое войско. Внутри республики Молдова есть пятая колонна, которая в любой момент может, воспользовавшись любым предлогом. Несмотря на то, что в столице Молдовы проживает много русскоязычных, найти на улицах города тех, кто поддерживает запрет георгиевской ленты, уже не так сложно. Однако есть и те, кто считает, власти поступили неправильно. Ну, не было ее до этого, и не надо было, понимаете, это не признак победы, я считаю, что это не признак победы. Вообще, память должна быть в сердцах людей, а не в георгии Скаленте. Кучка политиков испортила память о великом празднике, о великом достижении. И лишила людей возможности выразить, молчаливо, но выразить поддержку тем, кто погиб, защищая нашу Родину. Поэтому я считаю, что это очень неправильно. Вы знаете, у каждого свой выбор, и каждый должен для себя решить. Но если отменили, значит отменили. Я как-то не противник и не зал. Не хочу носить, просто уже, просто другое отношение к этой ленте сейчас. Вот и все. Вообще-то, у меня было нейтральное отношение к этому, но слишком много негативных эмоций связано с этой лентой, и меняется отношение к ней людей. Мне кажется, что решение ее запретить все-таки правильное. Стоит отметить, что поправки, внесенные молдавскими народными избранниками в Кодекс о правонарушениях Республики Молдова, предполагают также запрет на использование символов в виде латинских букв Z и V. За нарушение закона физлицам грозит до 450 евро штрафа, а в отношении юридических будет применяться финансовое взыскание в размере до 900 евро. Перед голосованием члены Блока коммунистов и социалистов в знак протеста покинули зал заседаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова